Привет, как дела? Сегодня хочу рассказать о таком значимом для Лондона событии, как великий лондонский пожар. И не с исторической точки зрения, а именно с той точки зрения, которую я узнала в 2016 году, когда побывала на фестивале огня, на фестивале Great London Fire. Это была огромная юбилейная дата 350-летия Великого пожара с того момента, когда он случился. В районе Tate Modern, это музей современного искусства в Лондоне, был организован фестиваль огня, который проходил по вечерам со 2 по 4 сентября. В эти даты случился лондонский пожар в 1666 году. Фестиваль огней проходил в таком, знаете, в историческом формате. Люди в костюмах 17 века ходили там, развлекали людей. И очень много такого живого огня было выставлено в саду. То есть это был сад огня, назывался Bonfire Garden. Какие-то крутящиеся конструкции, огонь в каких-то горшках, всё это светилось, сверкало, пламя вздымалось вверх. Какие-то, знаете, даже невозможно описать, что это были за конструкции. Но вся суть вот этого вот фестиваля как-то уносила тебя в прошлые века, вот как раз в то столетие, когда свершился этот Великий Лондонский пожар. Как это выглядело, пожалуйста, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А на берегу Темзы была построена реплика Лондона 1666 года. Что такое реплика? Мы с мамой долго спорили. Она говорит, это вроде как в театре, говорят. Произносят какую-то реплику. Нет, говорю, реплика по-английски, по крайней мере, хотя я потом нашла и по-русски перевод одной из значений этого слова. Неточная копия, повторение чего-то оригинального в уменьшенном формате и с какими-то внесенными корректировками. Так вот, реплика всего Лондона была выстроена, ну, не знаю, метров, наверное, на 50 точно в акватории реки Темзы напротив выставочного центра Оксу, если вы знаете. То есть, практически рядом со станцией Embankment. И она, конечно, выглядела очень красиво. Все это было из дерева. Ну, в те годы дома в Лондоне строились из дерева, поэтому так быстро и внезапно распространился пожар, который начался в лондонском сити, в пекарне Томаса Фарренера. Это примерно там, где сейчас стоит памятник-монумент, который поставили вот как раз-таки после пожара в память о таком значимом событии в Лондоне. Его высота составляет 61 метр 57 сантиметров. Именно вот на этом расстоянии от места, где сейчас стоит монумент, стояла та самая пекарня, в которой после полуночи что-то загорелось и пламя остановить не смогли. По тем временам мэр Лондона должен был отдать распоряжение, чтобы все дома вокруг места локации пожара были снесены. Такая система пожарной безопасности и тушения пожаров была в те времена в Лондоне. Но он что-то медлил и боялся, что сделает неправильное решение. И в итоге, когда уже он принял решение снести эти дома, к сожалению, пламя уже настолько распространилось дальше всех этих домов, что остановить его уже не смогли. В огне неизвестно, сколько погибло человек. Переписи населения по тем временам не было, и кто сгорел в этом пожаре так и неизвестно, потому что пожар был такой степени величины, что после пожара практически ничего из останков людей не осталось. Это практически была полная кремация жителей Лондона. На тот момент без жилья в Лондоне осталось 70 тысяч человек. Это 90% всего населения Лондона, потому что в Лондоне в 1666 году жило примерно 80 тысяч человек. И Карл II, который правил тогда, отдал распоряжение, чтобы все эти люди, погорельцы, выехали за Лондон, иначе он боялся, что начнется какая-то смута. Но, кстати, нет худа без добра. Именно в 1665 году Лондон накрыла чума, и вот этот пожар полностью избавил Лондон от чумы. К сожалению, 13 500 домов и 87 приходских церквей сгорело, в том числе и собор Святого Павла, и город пришлось очень долго восстанавливать, и уже тогда строили прямые улицы, и дома из кирпича на определенном расстоянии. Обо всем этом, как восстанавливался Лондон, и о памятнике и монументе. Это самая высокая колонна в мире, которая стоит без поддержки, и на верхушку которой можно забраться, там полохи огня изображены. О том, что можно увидеть на верхушке, и как эта колонна выглядит изнутри, я вам тоже расскажу и покажу, как туда попасть. Я однажды попала туда бесплатно, сколько стоят билеты, и как туда попасть бесплатно тоже расскажу. Впереди еще очень много интересных событий, фактов, мероприятий, и бесплатных фишек, которые я стараюсь давать людям, потому что мой канал, в принципе, это канал о Лондоне, и о том, что происходит в Лондоне, по большей части о мероприятиях, которые проходят бесплатно, или очень дешево. Ну и вообще не только о мероприятиях, а о том, как выжить, как сэкономить в Лондоне, на чем можно сэкономить, и где можно не платить, я рассказываю у себя на канале, поэтому не забудьте подписаться на него, чтобы не пропустить следующие интересные события. Ну и вот ту реплику, которую выстроили на Темзе, ей можно было любоваться три дня, и вечером на четвертый день ее просто взяли и сожгли. Показали, как горел Лондон в реале. Огромное количество людей собралось на том берегу, где стояла эта реплика, и на противоположном берегу, где стояла я и пыталась что-то снять. Ничего не было видно, там буквально человек 20 в ширину стояло передо мной, поэтому я не смогла пробраться в первые ряды, чтобы посмотреть и что-то снять, поэтому мне пришлось залезть на колонну, постамент, который буквально был вот такой ширины. Я буквально висела на этой колонне, там где Окса-центр, там такой створчатый коридор есть, и вот в этом коридоре на каком-то из постаментов я стояла, делила этот постамент с девушкой из Китая, мы там уже с ней разговорились, она тоже приехала учить английский язык в Лондон, ну и мы с ней как бы периодически менялись, то я сниму, то она снимет, она там фотографировала на телефон, конечно, но что-то пыталась. А у меня реально получилось, хоть и на весу, хоть одной ногой я стояла, одной рукой держалась за столб, другой просто держала камеру и пыталась что-то там еще как-то приблизить. Что из этого получилось, я покажу в конце этого ролика. Очень мне понравилось, конечно, опять же-таки, огромное спасибо моей камере с 300-метровым зумом. Я прямо, можно сказать, в огонь влезла со своей съемкой, и это, конечно, кадры просто неописуемые и навечно запоминающиеся. Просто ты видишь, как неконтролируемо может гореть огонь. Конечно, там с Темзы пытались немножко так притушить, но если бы, допустим, этот огонь был чуть-чуть повыше, а там уже над ним свисали деревья, которые стояли на том берегу Темзы, то, может быть, Великий Лондонский пожар мог бы повториться второй раз. Конечно, очень мало было такой. Ну, я не знаю, может быть, они где-то с других сторон стояли, пожарные службы, чтобы контролировать этот огонь. Он так разросся, что мама не горюет. Ну, в итоге я отправила эти кадры, что-то там продалось, как всегда в моих агентствах. И вот недавно я их тоже откопала, так как мои предыдущие агентства уже не существуют, я решила отправить мои новые, как архив этих кадров. И недавно вот оппыковала на Яндексе и решила рассказать и вам, что же это такое, что происходило в Лондоне в 2016 году. И для тех, кто, может быть, не знает и не слышал про Великий Лондонский пожар, пожалуйста, смотрите в этом ролике. Примерная копия того, что было в 1666 году, повторилась в 2016 году на 350-летний юбилей Великого Лондонского пожара. Ну, а сейчас те самые кадры, тот самый видеоролик, который мне удалось снять, я показываю вам. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!